Продолжение следует... В понедельник, 14 октября, на этот день назначена речь королевы в парламенте. Это означает, что за две недели до 31 октября, это дата выхода Великобритании из Евросоюза, у парламентарьев почти не остается времени на принятие законов, которые могли бы помешать премьер-министру вывести Британию из Евросоюза. Сейчас депутаты на каникулах. Либористы, они находятся в оппозиции к Борису Джонсону, возмущены решением премьер-министра втянуть королеву в ожесточенный спор по Брекситу и назвали предложение по блокировке парламента антиконституционным. Сам Борис Джонсон настаивает на том, что никакого умысла касательно Брексита в отношении приостановки работы парламента у него нет. Он использует стандартную процедуру подготовки новой программы правительства. Программу обнародует сваречи королевы, вся процедура так и называется, речь королевы. А перед этим парламент ненадолго прекращает проводить заседания, поскольку большая часть депутатов занимается подготовкой этой самой программы. Немецкая пресса называет происходящее новым политическим кризисом в Великобритании. Так Бильд вышел с заголовком объявления войны парламенту, отметив, что решение Джонсона заблокировать работу британского парламента на пять недель стало шоком для оппозиции. Она была к такому не готова. Это очередная политическая бомба Брексита, сброшенная на Лондон. А газета «Дитсайт» назвала решение Джонсона преступлением против Конституции, отметив, что начинать свой срок в кресле премьера с такого решения не самый удачный ход. О самом важном на одном языке. Подписывайтесь на канал и оставайтесь с нами.